Музыка Сказка с хорошим концом. Под Новый год по традиции мы решили рассказать добрую историю о том, как одна семья стала большой и крепкой, а у мамы с папой в этом году опять появились долгожданные дети. Ой, здравствуйте. Мы к вам с подарками. Где дети наши? Скорее. Где нашу рекварачку? Идемте. Вот сколько много. Сколько много. Это вам в результате благотворительной акции, которая в субботу приходила. Вот спонсоры передали подарки. Спасибо. Большие, большие, большие. Ваня и Настя появились в семье Ведяшевых 4 года назад. Это были первые приемные дети. Две старшие дочки, Екатерина и Андрея, уже подрастали. А запас любви и семейного тепла был еще большой. Привет, Стершенька. Привет. Как дела? Хорошо. Что сегодня сколько у нас? Пять. Сколько звездочек? Двадцать, по стерше. Двадцать. Вообще супер. Вот красота. Молодец. Проект защитил? Да. Молодец. Ваня у нас в лошадке. Да, все. Техник чтения нужен 27, у нас 50 слов. Еще у нас самое главное, мы пошли на баян играть в музыкальную школу. В пять лет попросил на день рождения подарить мне баян. Мальчишкам, что, игрушки, машинки, подарить мне баян. Пришли в школу, привели, и она его послушала. Она просто, понимаете, вот просто, она как, ну, это... Давно уже у нас такого одаренного ребенка. Волгард один, ну что-то он как-то походил и ушел. Мало того, что он еще слух у него, он еще и поет. Повезло, говорит Екатерина, о Ване и Насте. Таких умных детей самим родить непросто. Ваня учится в первом классе на отлично. Настя в шесть лет читает уже быстрее него и знает начальный английский. Для этого, правда, пришлось много заниматься. Мы с ними научились говорить по простой азбуке, говорящей, вот, Настя с Ваней. А сейчас купили английскую. Говорю, чтобы в школе уже им легче просто самим будет. Вот они пошли в школу, Настя даже читает лучше Вани. Вот, вот. Куда уж лучше-то Ване 50 слов в минуту. А она еще, вот, он еще немножко может по слогам, а она прям уже чисто хорошо читает. Огромное счастье пришло в дом Ведяшевых в этом уходящем 2013 году, когда из детского дома забрали Денису и Степу. Первыми Екатерина и Андрей приметили Дениса. Я думала, что это чистая интернетская заставка, вообще просто мальчик с картинки. Ну, а когда с ней разговаривали, я говорю, мы вот еще хотим там взять себе мальчика. Она говорит, а не хотите, который вот на заставке? Знаете, я просто даже не поверила, что это действительно. Я говорю, да вы что, правда настоящий мальчик? Он говорит, да, настоящий мальчик. Только, говорит, правда у него, говорит, еще братик есть. Ну-ка, бери шарик старей, бери, бери. Вы всегда дома натуральные елки? Всегда. Это какое-то принципиальное значение? Да, что мы вот занесли, так вот знакомый заходит, ой, как пахнет елкой, ой, уже как пахнет елкой. Денис как тут и был. Вот что меня удивило, сразу мама и папа, как тут и было, все нормально. Степка немножко еще присматривался. Он первый день даже не плакал. Я еще думаю, господи, не плакать-то хоть у меня. Даже вообще вот не пик, потому что все равно ребенок, да, у него там какие-то чуть-чуть недовольства или еще. А второй день уже, видать, что-то, и это все. Стресс или как-то сошел. Берем шарик, давай. Давай-ка-давай-ка-давай. На милочке, пойдем, повесим с тобой на милочку, пойдем. Да, давай, повесим, давай, повесим на елочку. Все, он у нас уже и говорить начинает, и все, и вот везде. Все повторяет за детьми, я говорю, для детих, и говорим, ничего плохого стараемся не говорить, потому что вот он, что скажешь, он тут же все повторяет. Я говорю, наверное, наверстывается у этого образа. Как в главе семьи, тяжело? Ой, нет, знаете, как-то мне легко. Ну, в смысле, как легко? Ну, как-то дома весело, когда вот, куда они были? А, в лагерь мы летом их отправляли в логопедический центр, Ры, они учились, кто? Анна была, Иван, Настя, да, кто у нас был-то? Их не было. А, их не было даже еще. И поэтому домой придешь, и от дома нет никого. Татьяна в городе, и... А потом уже все в куче появились. Да, Денис? Да нет, вот тоже так вот и думаю, а как бы мы без них были бы вообще даже, вот... Вот, может, кто-то действительно, вот, ну, знаем уже, что считают ненормальными там нас или как, но для нас это вот наша жизнь, мы ими живем, мы для них живем, мы вот, понимаете, мы вот их, мы их просто вот чувствуем, это даже, может быть, не объяснить как, но вот мы их вот, как бы, ими вот... А вот чем тебе нравится вот такая большая семья? Ты, наверное, когда вырастешь, у тебя тоже будет большая семья, да? Почему? Ну, весело, когда со школы приходишь, девок всегда встречает. Все ждут тебя, да? Да. Много любви у вас дома? Но даже столько детей, а сейчас их в семье Ведяшевых шесть, не мешают родителям общаться с друзьями, отдыхать и заниматься любимыми делами. Для главы семьи это охота. Пойдемте проводим папу. Почти не поедет, моя. Все, пока, Степанец, давай к самому скорее. А ты с корицей в руку, ты с корицей в руку. Пока, Степан? Пока-пока. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все, давай. Сегодня в большой семье Ведяшевых занята подготовка к Новому году. Песни, стихи, поделки почти готовы. Сейчас в разработке меню с традиционными любимыми блюдами. Будем салаты делать и курицу будем жарить. У нас очень мясные мужички, но самое главное, Степаныч. Когда Новый год в семье будет? Да, Нежно. Да, дома, все вместе. Я специально тепленькие наливаю. И что, даже Степан спать не будет до 12? Ну, я думаю, не будет. Думаю, елку-то мы обязательно встретим. Все семьей. Вот такая большая и дружная семья, где приемные дети стали своими. Сегодня мама Екатерина говорит, что спустя время была бы рада новому прибавлению. Любви здесь хватит всем. А вот комнат пока маловато. А поэтому главное и общее желание под бой курантов – новый дом. Охота людям сказать, что вот даже не раздумывайте. Вот ждет ваш ребенок, ждет. Вот не думайте. Пока вы там думаете, он же ведь все это время сидит и ждет. Субтитры создавал DimaTorzok